Турецкий язык. Урок номер 44. Субъективная модальность. Риваэт берлящик заманы. Первая часть. Ранее мы с вами рассматривали сложные времена глаголов в турецком языке. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим субъективную модальность. Субъективная модальность образуется путем прибавления аффекса и миш, который является формой недостаточного глагола, и мек, к основам простых времен и наклонений. У нас есть времена глаголов. Это настоящее время, широкое время, увиденное прошедшее время, услышанное прошедшее время и будущее время. И три наклонения глаголов. Долженствовательное, желательное и условно-желательное наклонение. Аффекс субъективной модальности в основном придает значение субъективности, то есть того, что мы не были свидетелями действия и знаем об этом с чужих слов или с какого-то источника. А также некоторым временам этот аффекс еще добавляет смысл того, что действие выполняется или выполнено в прошлом. Поэтому из нашего списка времен мы сразу учеркиваем увиденное прошедшее время, так как в этом случае мы являемся свидетелями, а субъективная модальность предполагает, что мы не были свидетелями действия. И у нас остается 4 времени и 3 наклонения. Аффикс субъективной модальности имеет 8 вариантов по гармонии гласных. Если основа слова заканчивается на согласную, то мы имеем варианты мышь, мищ, муж, мющ. Если основа слова заканчивается на гласную букву, то мы имеем варианты и мышь, и мищ, и муж, и имющ. Потому что буковка и глагола имя тут превращается в соединительную е. После добавления аффикса субъективной модальности мы получаем следующие формы. В сегодняшней первой части урока мы подробно рассмотрим 2 времени. Это настоящее и широкое время субъективной модальности. Настоящее время субъективной модальности. Этим временем передаются действия, которые происходят в определенный отрезок времени, но совершения которых мы лично не видели. Как вы помните, настоящее время на йор используется в трех вариантах. Первое, когда мы говорим непосредственно о действии, которые происходят в данный момент. Например, Ахмед читает книгу сейчас, в данный момент, и мы говорим Ахмед Китаб Окуйор. Еще мы можем использовать это время в значении широкого времени, когда мы делаем какие-то действия регулярно. Повторяем. Например, Я каждое утро просыпаюсь в 7 утра. Бенгер сабах саат едеде уян нюрум. Или, например, Я каждый день иду на работу. Бенгер гюн ищегидьорум. То есть, в таких вариантах у нас настоящее время используется в значении широкого времени. Действия, которые происходят у нас каждый день регулярно. И еще это время мы используем, когда хотим передать действия, которые будут совершаться в будущем. Когда мы говорим, например, Я рын пикне гидьорус. Завтра мы идем или едем на пикник. Или Я рын синема гидьорум. Завтра я иду в кинотеатр. То есть, при помощи слов завтра, через неделю, послезавтра, мы можем передавать этим временем действия, которые будут происходить в будущем. Так вот, настоящее время на Йор в субъективной модальности передает у нас широкое время. То есть, не время, которое происходит конкретно в какой-то момент. Не время, которое будет происходить. А широкое время, но в субъективной модальности. Когда мы об этом знаем с чужих слов. Мы еще к этому вернемся, когда будем смотреть на примерах. Сейчас посмотрим, как этот аффикс присоединяется к нашим глаголам. После корня глагола у нас идет аффикс настоящего времени. И потом добавляем аффикс субъективной модальности и МИЩ. Так как аффикс Йор у нас заканчивается на согласную, то получаем мы варианты МИЩ, МИЩ, МУШ, МЮЩ. И просклоняем по лицам и по числам. Получаем, у нас есть глагол БАОРМАК, КРИЧАТЬ. БАОРЬЁР МУШУМ, Я КРИЧУ. Так как это в субъективной модальности, то на русский язык можно переводить при помощи слов ОКАЗЫВАЕТСЯ или ГОВОРЯТ. То есть, ОКАЗЫВАЕТСЯ, Я КРИЧУ. Точно так же дальше. БАОРЬЁР МУШСУН, Оказывается, Ты КРИЧИШ. БАОРЬЁР МУШ, БАОРЬЁР МУШУС, БАОРЬЁР МУШСУНУС, БАОРЬЁР ЛАРМЫШ. Здесь, как всегда, у нас аффикс множественного числа ставится не в конце, а между аффиксом настоящего времени и аффиксом субъективной модальности. Дальше посмотрим в отрицательной форме. Мы добавляем отрицательную частицу перед аффиксом настоящего времени. И у нас получается. БАОРЬМЮР МУШУМ, БАОРЬМЮР МУШСУН, БАОРЬМЮР МУШ, БАОРЬМЮР МУШУС, БАОРЬМЮР МУШУС, БАОРЬМЮР ЛАРМЫШ. Также у нас есть вопросительные формы. Мы их тоже посмотрим, но сразу скажу, что в этом времени в вопросительной форме встречается крайне редко. В вопросительной форме получается очень длинная и неудобная конструкция. И поэтому, наверное, вот в такой форме очень редко можно услышать в разговорном турецком языке. Но мы все равно должны знать, поэтому мы здесь посмотрим, как они образуются. Вопросительную частицу мы ставим после аффикса настоящего времени и перед аффиксом субъективной модальности. И получаем. БАОРЬМЮР МУШУМ, БАОРЬМЮР МУШСУН, БАОРЬМЮР МУШУС, БАОРЬМЮР МУШУС, БАОРЬМЮР МУШУСУС, БАОРЬМЮР ЛАРМЮМИШ. Теперь рассмотрим несколько примеров. Например, НАСРЕТТИН ХОДЖА ЭЩЕЙНЕ ТЕРСЬ БИНЬЁР МУШ. НАСРЕТТИН ХОДЖА ЕЗДИТ НА СВОЕМ ОСЛЕ ЗАДАМ НАПЕРЕД. Вообще глагол БИНЬМЕКЬ это значит садиться на что-то, садиться на автобус, садиться на метро, садиться на лошадь или на ишака. Но в турецком языке ездить на лошади или на ишаке используют вместе со словом БИНЬМЕКЬ. Здесь есть ТЕРСЬ, это задом наперед, в основном должно быть все понятно. И что обозначает использование субъективной модальности в настоящем времени в этом предложении? Это обозначает, что мы от кого-то узнали эту информацию, услышали эту информацию и говорим. Можно переводить на русский язык вместе со словом оказывается, а можно в принципе просто, но вы должны понимать, что имеет вот такой смысл, как будто мы узнали от кого-то. Оказывается, Ходжа Насреддин ездит на своем осле задом наперед. Вот здесь нужно отметить, что настоящее время субъективной модальности имеет значение широкого времени. То есть Насреддин Ходжа у нас не сейчас едет на осле задом наперед, и мы об этом от кого-то услышали. А здесь имеется в виду, что он обычно ездит на своем осле задом наперед. То есть берется значение широкого времени. Или еще один пример. Улькемизде нюфусун юзде бери китап оквермуш. В нашей стране улькемизде нюфусун юзде бери 1% населения китап оквермуш читает книги. Смотрите, проценты в турецком языке говорится как какой процент в 100, из 100. И получаем юзде бери. Например, нужно сказать 10%, мы говорим юзде ону. Нужно сказать 5%, юзде бещи. И в этом предложении мы говорим, что в нашей стране 1% населения читает книги со смыслом, что оказывается, что так говорят, что эта информация нам пришла откуда-то. И здесь тоже имеет значение широкого времени. То есть в настоящее время в субъективной модальности будет иметь всегда значение действия в широком времени, о котором мы услышали или узнали с чужих слов. И теперь еще хочу заметить здесь, для первого лица, в единственном или во множественном числе, когда мы используем это время, то в предложении есть значение иронии. Мы передаем и иронично высказываем это. Например, Оказывается, я все неправильно понимаю. Или вместо слова оказывается можно сказать, видите ли, я все неправильно понимаю. Вот вы должны отметить для себя, что в настоящем времени субъективной модальности в первом лице, хоть единственное, хоть множественное, имеет высказывание ироничное. Оказывается, видите ли, я все неправильно понимаю. И точно так же можно для первого лица множественное число. Например, Сколько же мы делаем ошибок? Оказывается, сколько же мы делаем ошибок? Оказывается, мы все время ошибаемся. Это такая определенная ирония. Нечок хата я пьер мучусь. Сколько же мы делаем ошибок? Теперь переходим в широкое время в субъективной модальности. Оно у нас используется для описания регулярных или постоянных действий, выполнения которых мы сами не видели, но о которых нам рассказывали. Здесь субъективная модальность, наравне с тем, что она придает действию субъективность, значение того, что мы от кого-то услышали, она еще и добавляет смысл прошедшего времени. То, что это действие происходило в прошлом времени. Давайте посмотрим, как присоединяется аффикс субъективной модальности. На основе глагола отмак, кидать, мы добавляем аффикс субъективной модальности после аффикса широкого времени. Так как аффикс широкого времени у нас заканчивается на согласную, значит здесь тоже аффикс субъективной модальности у нас будет в вариантах мышь-мишь, муж и мюшь. Получаем атармышим, атармыш сын, атармыш, атармышис, атармыш сынес, атарлармыш. В отрицательной форме у нас получается атмазмышим, потому что аффикс отрицательной формы в широком времени у нас мазмес. Атмазмыш сын, атмазмыш, атмазмышис, атмазмыш сынес, атмазлармыш. И посмотрим еще вопросительную форму. Вопросительная форма широкого времени в субъективной модальности тоже редко используется, но не так редко, как вопросительная форма настоящего времени в субъективной модальности. Посмотрим, как она образовывается. Мы ставим вопросительную частицу также после аффекса широкого времени и перед аффексом субъективной модальности и получаем от армы и мыщем, от армы и мыщ сын, от армы и мыщ. И в отрицательной и вопросительной форме. И теперь посмотрим на примерах. Говорят, ты очень хорошо плавал в молодости. Вот смотрите, при использовании широкого времени субъективной модальности, в этих предложениях мы зачастую используем слова, которые отводят нас в прошлое. Эти слова могут быть в молодости, в юности, раньше. И глагол в форме широкого времени субъективной модальности описывает действия, которые могли постоянно или регулярно повторяться. Но это все происходило в прошлом, в отрезке от прошлого до настоящего. То есть дальше мы не знаем, происходит это действие или не происходит. Но в данный момент мы говорим о том действии, которое выполнялось в отрезке прошлого. То есть получается, говорят, ты очень хорошо плавал в молодости. Здесь мы не знаем, плаваешь ли ты сейчас, продолжаешь ли ты это делать. Но мы слышали, что в прошлом, в отрезке прошлого, ты это действие выполнял, делал. Следующий пример. Говорят, он в детстве никогда не смеялся. Здесь тоже, видите, у нас есть слово «чоджук лунда» в детстве. Бывают такие предложения, когда у нас нет слов, которые нас переносят в прошлое. Но тем не менее, мы понимаем, что значение этого предложения – действие в прошлом. Например, «Ахметин Абласы Херхавта Синемая Гидермиш». Оказывается, сестра Ахмета каждую неделю ходила в кинотеатр. Здесь нужно не путать. У нас здесь значение не широкого времени, просто в субъективной модальности, а еще и в прошлом. Когда мы говорим «Предложение Ахметин Абласы Херхавта Синемая Гидермиш», это не значит, что сестра Ахмета каждую неделю ходит в кинотеатр, и мы знаем об этом с чьих-то слов. Здесь именно действие в прошлом. «Ходила», оказывается, сестра Ахмета каждую неделю ходила в кинотеатр. И еще один пример. «Дедем сабахтары дичлерени хич фырчаламазмыш». Оказывается, мой дед никогда не чистил зубы по утрам. «Дедем сабахтары дичлерени хич фырчаламазмыш». Здесь тоже у нас есть широкое время, то есть значение действия, оно регулярное, потому что не чистил зубы по утрам, то есть каждое утро он этого не делал. Но мы говорим сейчас в значении прошлого. Мы не знаем, сейчас наш дед чистит, не чистит. Мы говорим именно за отрезок прошлого. «Дедем сабахтары дичлерени хич фырчаламазмыш». Теперь для лучшего понимания давайте посмотрим настоящее и широкое время в обычных своих формах настоящего и широкого времени. В формах повествовательной модальности, когда у нас, например, глагол «Окуйорду» и «Окурду». И тот же глагол «Окумак» в субъективной модальности, когда у нас «Окуйормуш» и «Окурмуш». Для того, чтобы понять, в каких случаях нужно использовать какое время, мы посмотрим, где эти времена у нас находятся на шкале времени. Вот скажем, если у нас есть шкала времени, где у нас есть прошлое, где у нас есть настоящее и где у нас есть будущее. Когда мы говорим «Ахмед Китаб Окуйор» читает, мы передаем значение того, что он делает именно в настоящее, именно в этот момент. Я вначале говорил, что настоящее время у нас может передавать регулярные действия, но истинное значение времени на «Йор» – это когда действие у нас выполняется в настоящем времени и именно сейчас, в данный, в конкретный момент. Потом у нас есть в настоящее время повествовательная модальность, то есть это действие, которое выполнено в конкретный момент в прошлом. То есть вот у нас есть шкала прошлого и в какой-то конкретный момент этого прошлого у нас «Ахмед Китаб Окуйорду». «Ахмед читал книгу». То есть мы, например, зашли в комнату и увидели, что в тот момент человек делал это действие. То есть в данном случае «Ахмед Китаб Окуйорду». Он читал, делал действие в конкретный момент в отрезке прошлого. Теперь у нас есть «Ахмед Чок Китаб Окур». Это у нас широкое время. Широкое время передает то время, которое у нас может начинаться с прошлого и продолжаться, будет продолжаться и в будущем. И оно продолжается в настоящем. То есть оно происходит всегда. Это какое-то регулярное или постоянное действие. «Ахмед Чок Китаб Окур». «Ахмед читает много книг». «Ахмед много читает», да, грубо говоря, так скажем. И если мы хотим то же самое, но сказать в субъективной модальности, что мы знаем об этом с чьих-то слов, тогда мы используем «настоящее время субъективной модальности». Вот здесь мы, заметьте, не «широкое время в субъективной модальности», а «настоящее время в субъективной модальности». «Ахмед Чок Китаб Окур Муш». Оказывается, то есть мы с чьих-то других слов узнали, что Ахмед постоянно, все время много читает. И теперь у нас есть «Ахмед Чок Китаб Окур Ду». Это «широкое время в повествовательной модальности». Это действие, которое выполнял здесь Ахмед, то есть он много читал, он делал это регулярно в отрезке прошлого. С прошлого и до настоящего момента, но не в настоящий момент. То есть в прошлом это все было. Ахмед много читал. И мы были этому свидетелями, то есть мы об этом знаем. И если мы не были свидетелями, но знаем это с чужих слов, то тогда Ахмед Чок Китаб Окур Муш. Ахмед много читал. Это всегда будет относиться к отрезку прошлому. На этом урок окончен. Хочу сделать небольшое объявление. Скоро стартует коучинг по турецкому языку, которых я лично буду вести. Если вам это интересно, то пройдите по ссылке и ознакомьтесь с деталями коучинга. На этом урок окончен. Спасибо за внимание. До скорых встреч.